Самые популярные сорта нута – описание и характеристики. Добавить комментарии Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти – разновидности нута по окрасу. Многочисленные сорта нута можно разделить на несколько групп, в зависимости от окраски семян. Коричневый, красно-коричневые горошины – семена по одному-двум штуке располагаются в плодах-бобах округлоугловатой формы. Вызревают на компактных однолетних кустах, не боящихся засухи и суховеев, высота которых варьирует в пределах 45-70 см. Период вегетации составляет от 90 до 100 дней. Во время цветения на кустах появляются красно-фиолетовые цветки. Вес 1000 плодов – 340 грамм. Семена, имеющие высокую питательную ценность, часто применяют для получения нутовой муки. Желтые растения, дающие семена светло-бежевого цвета, относятся к числу раннеспелых культур с коротким вегетативным периодом – от 80 до 90 дней. На среднерослых, сильно ветвящихся кустах появляются бобы, содержащие по два семени. Все желтые сорта характеризуются высокой стойкостью к полиганию, засухе, грибным инфекциям типа корневой гнили, а также к воздействию суховеев. Семена обжаривают, варят, используют для приготовления вкуснейших гарниров. Красные компактные кусты, дающие плоды красноватого оттенка, имеют довольно мощное строение. Их ботанические характеристики практически идентичны аналогичным параметрам других сортов нута. Эти растения, редко страдающие от насекомых, вредителей и болезней, наделены способностью стойко переносить как засуху, так и повышенную влажность грунта. Белы невысокие, до 45 см, кустики характеризуются наличием мощных побегов. Цветоносы расположены на высоте не менее 20 см от уровня земли. Это облегчает уход за растениями, поскольку избавляет овощевода от необходимости выполнения посынкования и срезания нижних побегов. В случае высокой влажности почвы, в бобах созревает 1-2 семени белого цвета. Растения маловосприимчивы к вредителям, болезням и воздействию плохих погодных условий. Черные ботанические характеристики всех сортов черного нута во многом совпадают с характеристиками других его разновидностей. Радикальное отличие составляет лишь темная краска горошин, имеющих, помимо этого, ярко выраженный пряный аромат и более насыщенный вкус. Зеленые основные виды гороха нут по скорости созревания. Существует классификация, позволяющая группировать сорта нута в зависимости от длительности вегетативного периода и размера семян. Сорта турецкого гороха в зависимости от сроков вегетации подразделяются на Раннеспелые от 75 до 90 дней, среднеспелые от 90 до 115 дней, позднеспелые от 115 до 140 дней. Ранее к числу наиболее популярных раннеспелых можно отнести сорт Галилео, полученный путем индивидуального отбора из сорта Белаж. Характеристики сорта Интенсивный стартовый рост, период от момента посева до появления полных всходов составляет от 7 до 9 дней. Срок вегетации составляет 95-98 дней. Высокая, до 5 баллов, устойчивость к весенним заморозкам, почвенной и воздушной засухе. Интенсивное развитие клубеньков Высокая, от 0 до 5 процентов, устойчивость к большинству грибных и вирусных болезней, в их числе, мучнистая роса, ржавчина, септериоз, бактериоз. Антракноз, фузариоз и т.д. Наличие высоких, до 70 см, прямостоячих кустов. Нижние бобы на них прикрепляются на высоте от 17 до 23 см от уровня почвы. Устойчивость к полеганию стеблей Бобы не подвержены опаданию и растрескиванию. Бежевая окраска семян, имеющих округлую либо угловатую форму и слабо выраженную ребристость. Пригодны для выращивания на любых типах почв. Подходят для механизированной уборки. Листья, опадающие при созревании плодов, существенно облегчают обмолот. Средняя урожайность, на территории Саратовской области, до 9,7 ц.г. В условиях Краснодарского края максимальная урожайность составляет 22,7 ц.г. Авторы сорта «Галилео» рекомендуют его для выращивания в климатических условиях Саратовской области. Среднеспелый сорт «Зуавид» получен методом индивидуального отбора и смеси сортовых образцов коллекции «Вир», рекомендован. Для культивирования в условиях Саратовской области. Автор – Аистов Вячеслав Николаевич. Сорт характеризуется «высокими» от 38 до 56 см полупрямостоячими кустами с крупными листьями и белыми цветками. Отсутствие монтоциановой окраски. Бежевым цветом плодов, имеющих среднюю ребристость и разнообразную, округлую либо угловатую, форму. Средний – от 80 до 102 дней, продолжительностью вегетационного периода. Хорошей засухоустойчивостью. Средней урожайностью до 16,8 ц.г. Наличием крупных семян, масса 100 шатэ. От 325 до 405 грамм, содержащих до 24% белка. Невосприимчивостью к болезням, за период государственных испытаний не было зарегистрировано ни одного случая поражения. Сорт «Краснокутский 36» культивируется с 1993 года, не утратил своей популярности у овощеводов России и по сей день. Характеризуется, значительной, до 60 см, высотой кустов. Средней спелостью, продолжительность вегетации не превышает 90 дней. Расположением нижних бобов на уровне 25 см от земли. Наличием не очень крупных, вес 1000 штук, составляет 280-300 грамм, желторозовых семян, имеющих округлую форму и содержащих от 25 до 28% белка. Высокой устойчивостью к фузариозу и средним иммунитетам к аскохитозу. Высокой засухоустойчивостью. Стабильной, не менее 20С, урожайностью на территории Поволжья. При благоприятных погодных условиях она может превысить 35С, га. Сорт «Волжанин оригинатор» – селекционер Балашов. Сорт выведен путем индивидуального отбора из гибрида, полученного в результате скрещивания крупносеменного сирийского образца с сортом «Волгоградский 10». Характеризуется – высокими, до 70 см, компактными прямостоячими кустами с опушенными стеблями, овальными листьями и белыми одиночными цветками средней величины. Наличием слегка угловатых бобов, имеющих клювовидный кончик, совершенно лишенных ребристости и окрашенных в желтые тона. Каждый боб содержит от 1 до 2 округлых, гладких, белых семян, вес 1000 штук, от 280 до 356 грамм. Средним сроком созревания – от 72 до 101 дня, урожайностью до 12С, га. Более низкой по сравнению с другими сортами – засухоустойчивостью. Отличным иммунитетом к болезням и вредителям. Хорошей устойчивостью к полиганию, растрескиванию бобов и осыпанию семян. Высокими вкусовыми качествами плодов. Использование этого перспективного сорта на территории Российской Федерации было разрешено в 2011 году. Классификация по размеру плода. Согласно классификации, разделяющей сорта нута по размеру семян, они бывают – мелкозерными, масса 1000 семян – менее 200 грамм. Среднезерными – масса 1000 зерен, от 200 до 350 грамм. Крупносемянными – масса 1000 семян – более 350 грамм. Средняя характерная особенность сорта розана – более высокая урожайность, нежели у сортов с более крупными семенами. Плоды средние – масса 1000 штук составляет от 290 до 310 грамм. Сорт украинской селекции – тип Кабули, рекомендованный для выращивания на территории Северного Кавказа и полуострова Крым. Характеристики – полуштамбовая форма кустов, имеющих высоту до 60 см. Светло-зеленая окраска стеблей и листьев. Наличие одиночных белых цветков и крупных бобов с коротким носиком, самые нижние из которых крепятся на уровне 23-25 см от уровня земли. Бежевая окраска семян, имеющих промежуточную форму и морщинистую поверхность, содержащих до 5% масла и 28% белка. Средний – до 100 дней – срок созревания. Урожайность до 20 c – га. Высокая засухоустойчивость. Относительная устойчивость к фузариозу и аскохитозу. Крупноплодный классический образец высокопродуктивного крупноплодного нута – сорт Галилео. Его главное достоинство состоит в высоком качестве зерен, выравненных, крупных, имеющих высокую кулинарную оценку и содержащих до 26% белка. Натурная масса, так называют массу 1 литр зерна, выраженную в граммах, семян сорта Галилео составляет 835-852 грамма. Масса 1000 зерен – от 360 до 420 грамм. Заключение – высокая урожайность, нетребовательность к виду почвы, устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных условий, великолепные вкусовые. Качество плодов, приносящих пользу организму – вот основные факторы, лежащие в основе растущей популярности этой культуры. Новые сорта нута – watch this video on YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова